Снова всем привет! И давайте сегодня подведем итоги нашей голосовалки на тему ритмического слуха. Итак, если помните, стартовое видео выглядело таким образом. Соответственно, кто еще не смотрел, сейчас самое время, потому что я буду голосовалку анализировать, и, соответственно, будут спойлеры. Поэтому, если вам действительно интересно себя проверить, что вы слышите, что не слышите, я думаю, что лучше это сделать сейчас. Итак, почему я долго не записывал этот разбор? Потому что хотел дождаться 500 человек. Как видите, здесь много воды утекло, и, соответственно, вот проголосовавших есть уже у нас 502 человека. И результаты, на самом деле, достаточно грустные. Потому что первый вариант, который действительно был более мощный, более точный, услышало, конечно, большинство, это приятно, но оно не подавляющее. Не как было в тесте с высеканием, где там вообще буквально раздавили. Там, по-моему, 81% уже. Здесь, конечно, все немножко погрустнее. Соответственно, вариант 2, который был кривой и размазанный, где гитара сильно торопилась, тоже за него много людей проголосовало, это, конечно, не радует. И достаточно много людей просто ничего не услышало. Возможно, статистику немножко подразмазали бабушки, потому что я сам просил, чтобы люди добавили в статистику своих знакомых, которые музыкой не занимаются, бабушек и так далее. Поэтому, возможно, дело в этом, но, возможно, и нет. Итак, в чем проблема этих ударов? Значит, посмотрим. Вот так они выглядят. То есть первый удар, он, соответственно, без проблем. Он выглядит вот так вот, ровно и четко. То есть это именно то, чего мы ждем, и получается такой вот пинок. Удар номер 2, он, соответственно, почему хреновый? Потому что здесь перед бочкой вот такой вот огромный хвост, который, ну, почти на длину самой бочки. То есть, по сути, получается здесь обманутые ожидания. То есть мы ждем один удар, четкий и мощный. А здесь, получается, перед ударом есть такой вот этот хвост гитарный. Нарастает звук, и потом, соответственно, бочка, она просто уже замаскирована гитарой. То есть гитара как бы на себя одеяло перетягивает и становится ведущим инструментом. А это проблема, потому что если вы будете играть на гитаре вперед, то у вас будет микс жужжать. То есть он будет не стучать, не долбить, не качать, а именно будет жужжащий. Еще это, ну, если, допустим, такие примеры бытовые приводить, то, например, если смотреть фильм ужасов, то там обычно на чем все строится? То, что, например, тишина, и потом бах, какой-нибудь резкий там, резкое музло какое-то, или просто резкая рубка, и какой-нибудь черт с ножом выбегает, там, еще что-нибудь. То есть все строится именно на резкости. То есть была тишина, и потом раз, огромная разница. Соответственно, здесь, например, этот удар хлипкий второй, это то же самое, что в фильме ужасов, например, написать на экране. Вот сейчас выбежит стрёмный чувак с ножом, поэтому приготовьтесь И прям узло плавно как-то нарастится, и чувак медленно выйдет, скажет, вот он я Это, естественно, весь эффект просто тупо просрётся Поэтому это не звучит и нигде не используется Естественно, как я уже говорил, это такой врождённый дар в кавычках То есть сначала все играют вперёд То есть в любом случае любой человек, обычный, который никогда так таймингом не занимался Взяв гитару или что-нибудь другое, он просто будет тупо отмочить вот с такими хвостами Или намного больше ещё Это беда, то есть, естественно, это нужно исправлять Это трудно, это кропотливый труд, кому-то проще даётся, кому-то меньше Но так или иначе нужно сделать так, чтобы это получилось вот именно как в первом варианте Людей, которые мочили бы всё на 100% вот так вот, я ни разу не встречал То есть я ни одного концерта такого не видел, то есть если только он, конечно, не переписан Всё равно, какие бы ни были адские монстры, они большинство партий играют, конечно, так Но всё равно где-то могут там скосячить, где-то могут слишком сильно опоздать, что тоже не здорово Где-то могут даже с таким хвостом заторопиться, потому что всё равно это живая работа Понятно, что косяки возможны Но главное это слышать и понимать А как видите, результаты, они такие, что много людей просто тупо не слышат Поэтому это грустно Это желательно будет переслушать тем, кто не понял разницу Прямо переслушать несколько раз Самим поиграться в редакторе, подвигать туда-обратно И, конечно, возможно, проблемы в ориентирах Потому что если люди слушают какую-то такую штуковину, которая им нравится по материалу Но она сыграна реально херово То планка резко понижается И это то, что херово на самом деле херово, объективно Оно кажется нормальным Типа, а чё, ну люди альбом выпускают, продают И мне нравится, почему? Почему бы нет? Поэтому это не здорово И ещё раз говорю то, что вот именно в гитарной работе Конечно, лучше ориентироваться на лучших по гитаре А лучшие по гитаре это Стивайн, Дитимонс, Гатри Гоанн там и так далее То есть эти фамилии уже можно, не знаю Я думаю, все их вот даже кто уже не интересуется Ими просто тупо наизусть уже знают из-за этого Поэтому вот эти вот обманутые ожидания Реально звучат плохо Это не знаю, то же самое, что вам там, не знаю Не дали ли кофе полстакана Или дали какой-нибудь там бургер развалившись Или дали сдачи 5000 рублей рваный То есть это всё вот из той же оперы Это просто реально обламывает То есть мы ждём один чёткий удар, мощный Именно в конкретном месте А в итоге получаем два удара Ещё и рандомно размазанные Это, естественно, не здорово Конечно, есть люди, которые говорят А мне ещё пофигу То есть я вот такой особенный Я буду играть херово Я буду играть совершенно на расстроенной гитаре Буду мочить мимо И это просто вот моя фишка Здесь можно удачи пожелать Возможно, с этой фишкой получится что-то сделать Возможно, нет То есть я лично считаю, что нет Но пусть люди пытаются Ещё немного удивило из комментариев То, что кто-то писал Что оба удара дохлые То есть здесь же на самом деле Это простой тест То есть здесь нет там Ни второй гитары Ни баса Ни никакого сведения Вообще ничего То есть вопрос же не стоял так Настолько ли мощны эти удары Чтобы изменить вашу жизнь Всегда То есть вопрос стоял Какой из них мощней В любом случае, когда есть разница Всегда можно выбрать Какой мощней, какой слабей То есть если кому-то так вот ломается От этого психика От такого вопроса Ну можно перефразировать Какой слабей То есть вот так сделать В любом случае Между этими ударами Разница есть И она достаточно большая То есть опять же Всё-таки большинство Слава богу со мной Оно не подавляющее Но оно всё-таки это услышало Это здорово Ещё был странный комментарий Что мол в рамках одного файла Удар 1 если не ошибаюсь Что в нём первый удар попадает В бочку А вот второй удар Не попадает в тарелку На самом деле там удар только один И в целом я скажу Что тест синтетический То есть я получается Сыграл сначала Удар 1 Попал в бочку И удар 2 Я просто тупо гитару сдвинул То есть это тот же самый сэмпл Просто гитара подвинута То есть я даже не играл 2 раза Потому что потом сказали бы Там вот у тебя от первого удара Медиатор затупился И второй там по-другому прозвучал Или там струны поменял Или струна постарела Ко второму удару Всё что угодно Поэтому чтобы таких вещей избежать Я просто тупо взял тот же самый сэмпл И подвинул гитару раньше Поэтому здесь уже придраться Абсолютно не к чему Кроме своих ушей Поэтому что я могу посоветовать Советую конечно развивать ритмический слух То есть такие вещи Те кто не услышал Неслика раз Сам подвигать в редакторе подобные вещи Послушать внимательно Ну и как обычно конечно Ориентироваться на лучших гитаристов То есть опять же Это все те же самые знакомые фамилии Так что слушайте их Повышайте вашу планочку И соответственно Играйте с умом Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok